С нами будут делиться опытом два самых крутых бассейновых спортсмена в виде мужчин и в виде женщин. Марина Романова и Александр Костышин. Марина Романова готова для нас презентацию, будет вести читать лекцию. Саша будет комментировать, добавлять, возражать. Также в дискуссии приглашаются все, кто имеет что сказать, дополнить. Марина, спасибо огромное. Марина Романова, доброе утро всем. Я хотела бы представить, как вы сказали, обстроение тренировочного процесса в бассейне. Поближе микрофончик. И она была в первую очередь интересна для начинающих инструкторов, потому что я знаю, что люди, которые иногда становятся инструкторами, они не опытные спортсмены, а начинающие инструкторы. Начинающие инструкторы занимают инструкторами в бассейне. Хотелось бы доказать им помочь, как они понимали больше и как вообще это делать лучше. Возможно, что-то у них есть, какие-то наработки или какое-то поднимание своего. Но это будет все-таки полезно. Для тех, кто занимается без тренера, то есть есть регионы, в которых нет тренера, и люди занимаются сами с партнером, с кем-то, кто может подсмотреть за их безопасностью, но у них вообще нет никаких наработок и навыков, то есть у них есть базовые курсы и все. Но, тем не менее, они хотят как-то прогрессировать и двигаться вперед. Ну и также для тех, у кого есть тренер, но хотят понимать, с другой стороны, как устроено, потому что есть спортсмены или люди, у них есть тренер, у них есть какая-то поддержка, но им зачем-то нужно посмотреть, с другой стороны, для чего они это делают и зачем. И якобы они так лучше понимают процесс и больше в нем участвуют, помогают тренеру с ним. Безусловно, взгляды и какие-то практики, подходы могут отличаться у всех инструкторов, это важно и у тренеров также, и это все здорово, потому что мы все разные, и также уровни подготовки разные, цели разные, и от этого будет зависеть, в принципе, от построения тренировочного процесса и как он будет двигаться дальше. Первое, с чего стоит начать, это, конечно же, постановка цели и определение, что и для чего, зачем нам вообще построить тренировочный процесс. Это важно запомнить и также советую тренерам и инструкторам, когда они как-то подготавливают, то есть не подготавливают спортсмена, я все-таки больше спортсмен, да, и я буду двигаться по спортивной направляющей. Так что вы делаете такие-то сноски, если вы не спортсмены, так я понимаю, что цели могут быть другие, да, это может быть там просто какая-то конкурсное плавание или увеличение своих результатов без соревнований, так иначе как-то я немножко по-другому заточена, я все равно буду скатываться в спортивные направляющие. Нужно поставить цель, потому что бывает, что дисциплины не хватает, особенно начинающим, новичкам, и очень важно ее прописать, и может быть, просто где-то отметить, что мы это делаем не просто потому, что это надо инструктору или тренеру, а это нужно потому, что это нужны другие в первую очередь. Бывает, что начинающий спортсмен, он может не в того, что в физических нагрузках, у нас такого там прям сильного нету, то есть у нас не сколько высоких растяжений, да, мы опять же говорим о построении тренировочного процесса для начинающих и для средних, а может и для топов это все равно немножко по-другому, да, у них более сильно, да, они могут тренироваться каждый день, или наоборот не тренироваться, ну, за это как бы, мы все равно берем какую-то вот среднюю, среднюю массу людей. И вот важно, чтобы человек помнил, да, о том, что, что у него есть какая-то цель, потому что бывает, что чем ближе к соревнованиям, у него начинают падать немножко результаты, потому что находится такое состояние сжатой пружины, и я встречала людей, которые начинают срываться вот на этом, то есть, как бы, мне это не нужно, ну, как я вообще решила на соревнованиях не участвовать, появляются какие-то психосоматические какие-то вещи, то есть стараться его поддерживать, и напоминать, что все-таки, как бы, ну, изначально это твоя была цель, помочь ему в этом, то есть не кнутом там встегать, да, а показать и набрать, что действительно мы вот идем, нужно посмотреть и справиться с этим волнением. А можно вопросом, оценить и между тем, что прям цифру поставить? А почему в этом сезоне 200 метров поплыть на соревнованиях? Да, это может быть как цифры, безусловно, то есть как бы в бассейне, да, или в глубину, это может быть цифры. Или просто улучшение, да? Это может быть просто улучшение каких-то своих результатов, это может быть комфортное плавание, например, там, комфортное ныряние, например, на какую-то определенную длину, например, 100 метров человек, например, 125, например, например, я беру, как примеры проводить, ныряет, но он ныряет достаточно тяжело. И он поставил себе цель нырнуть 125, но он нырнуть комфортно, максимально комфортно. А это же тоже цель какая-то, да? Или отобраться, например, на каких-то крупных соревнованиях, даже, допустим, на чемпионат России отобраться. Это уже здорово. Это может быть без какой-то цифры привязки, но с улучшением своего результата. Или отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира. Почему нет? Я с этого научила. Хорошая цель сделать. Я на самом деле не верила. Стать чемпионом мира, да? Она пришла к тренеру и сказала, что я хочу научиться плавать на ладь, он меня спросил про цель. И на что он мне сказал, что это не цель. Я говорю, какая должна быть цель? Он говорит, ну, сейчас это чемпионат мира. Я говорю, так я просто хочу научиться плавать на ладь. Он говорит, ну, тогда это в другой кружок. А что тренерам было? Орел. И я поняла, что он не будет дальше со мной тренироваться, если не пойду в Абак. И так получается, что я и сказала, и через год я отобралась на чемпионат мира. Да. Я прокомментирую вот этот момент. Да, да. По поводу того, что ты сказала, что часто люди подходят к соревнованиям, и у них там ухудшаются результаты, и вот они как бы не очень психологически готовы, да? Это частая проблема, и это проблема из-за того, что торопится. Ну, не торопится, а те, кто с ними занимается. То есть инструктор или тренер, не важно, да? А человеку вначале, когда он приходит заниматься чем-то любой активностью, не важно, то есть это будь то фридаринг, будь то там, не знаю, какой-нибудь поводитель или еще что-то, он сначала должен просто получать от этого какой-то период времени, и уже по истечению, то есть у каждого это будет свой какой-то срок. У кого-то это может полгода, у кого-то года, у кого-то больше. И только потом можно человека как бы подтягивать к каким-то соревнованиям. Даже если у человека есть какое-то там спортивное прошлое, то есть, не понимаете, да, к чему я понимаю? То есть часто людей торопят. То есть человек пришел, у него какие-то есть там небольшие задатки, условно говоря, да? Но психологически он вообще не готов. Ну, то есть не готов, а вот совсем. И вот тогда он будет находиться вот в этом состоянии вот сжатых людей. Саша, а мы, может, давайте к аудитории обращаться, ты будешь слышно всем. Может, ты туда слышишь, Саша? Саша, а если ты вот здесь поставишь, например, стул с водой? Да, мне кажется, у меня будет нормально слышно, если я вот так, да? Или встань. Его надо тормозить. Его не надо вообще форсировать. То есть нужно, да... А он говорит, я хочу. Не надо, вот ты не хочу, вот подожди, позанимайся там полгода чуть-чуть, да? Ну надо посмотреть, то есть каждый человек разный. То есть есть люди, которые, в принципе, они готовы. То есть они пришли там с плавания, их чуть-чуть там подкорректировать, объяснить эти нюансы, и они очень быстро развиваются, да? Есть люди, у которых большие амбиции, но вообще ничего нет. То есть они неосознанные, они не чувствуют себя, они не сконтирнированы, но у них огромное желание. Вот и все. Вот этих людей нужно очень сильно останавливать, чтобы они вот не находились. Потому что они обычно перегорают там, ну спустя какое-то время, то есть у них все заканчивается. Или они просто вообще не двигаются никуда. Просто из-за вот таких вот моментов. Я, в общем-то, наверное, рассказываю про тех людей, которые уже там два года летали, и потом как бы решили двигаться и улучшать свои результаты, и отбираться куда-то там. То есть это типа не два... Не совсем. Не совсем очень дальше. Да. И на моем были опыты, то есть не все там, например, из десяти, например, один или два, то есть мы могли там что-то сделать, какой-то кинт перед какими-то соревнованиями, да, своими важными, к которым мы шли. Ну, я их там не передавливала, то есть как бы и с помощью поддержки. Ну, каждый тренер уже становится немного психологом и даже психоаналитиком своего спортсмена, потому что понимаешь, что требуется помощь, особенно когда происходит дистанционно, и ты не можешь быть рядом со всем, то бывают такие случаи, которые происходят. Да не было? И определение цели там также может быть просто улучшение техники, да, то есть не обязательно соревнования, но мы можем улучшать технику и стремиться, например, там, проплыть, например, там, по-разному в 50 метрах, например, там, за четыре цикла, например, в археологии, в бассейне, да, а изначально, например, было в 12, например, цикл, то есть может быть такая цель. То есть система, на данном случае, должна быть выражена в каких-то измеряемых капельных величин, да, вот о чем ты говоришь, просто там, когда ты пришла, сказал, хочу научиться плавать, да, тренинг спарства, это не цель, да. То есть очень также улучшить технику, да, вот как ты говоришь, она должна в чем-то выражаться. В чем-то выражаться, потому что мы это уже видели. Да. Чтобы было понятно, что, Игорь, был обалдеть критерием достижения этой цели. И для определения, да, что мы двигаемся правильно, мы сразу, как бы, через какое-то время, когда мы поняли, что мы готовы все соревнования, мы завели себе дневник. У меня был спортивный дневник, то есть записывала туда сначала свои тренировки, то есть писала цель, записывала свои тренировки, записывала свои ощущения после тренировки и анализируя свои, и даже когда ты записываешь второй раз, это тоже, по сути, еще раз, второй раз проделываешь ее, да, проделываешь еще раз. То есть это дополнительная работа. И потом анализируя что-то, ты видишь, что ты двигаешься вперед, и тебя это дополнительно мотивирует. И подсказывает, что ты двигаешься или двигаешься, какие-то ошибки может ты учесть. Там, допустим, у меня несколько раз было написано, там, не есть, да, там, например, перед тренировкой, потому что ты можешь бежать, умиряй, потому что он начинает поддавливать сильно, потом, там, не есть, очень трудно, спустую заднюю, надо каком-то, не брать. Хотя, на самом деле, как бы, подготовка может быть достаточно серьезная, да. И для меня это намного глубже, потому что я не держу свое эго. То есть это приходит дополнительно. Потому что всегда удобно и комфортно нырнуть, показать свой результат спокойно и комфортно для себя условия. Но когда ты этот же результат показываешь соревновательным стрессом, это совсем все другое. Особенно, когда все идет не так, ты собираешься и готовишься, и ты, на самом деле, сам для себя это делаешь. Ты проваляешь это в такое глубокое состояние. И для меня вот этот показатель настолько ты можешь расконфлироваться, собраться и раскладываться именно в этот момент, именно в эту секунду. И когда даже начинающий спортсмен показывает этот результат, он закладывает огромный кирпич в свой фундамент своего тренировочного процесса. Потому что он уже по-другому будет подходить к этой цифре, которую он показал к этому результату, и по тренировке совсем все по-другому становится. Я считаю, что соревнования – это очень важный или какой-то средств очень важный показатель того, что ты делаешь. Да, я согласен. Важно также понимать… Я считаю, что тебе не холодно. Для меня, по-другому, не свежо. Если шло, то скажите. Да, если шло, то скажите. Да, если шло, то скажите. Да, если шло, то скажите. Когда мы выстроили, определили цель, выбрали дисциплины, в которых мы хотим прогрессировать, посмотрели календарь старта, это, может быть, три-четыре. Для меня, например, оптимально три-четыре. Да, вот старта. То есть четыре для меня вот прям вот комфортно. Три – это минимум, которые я использую. Ну, пять, пять, например, может быть, да. Я определила дисциплины, в которых я собираюсь прогрессировать, в которых я собираюсь улучшаться, и посмотрела, сколько я могу времени тратить на какие-то свои тренировки, исходя из своих возможностей. Да, времени, денег и так далее. Это может быть потому, что не только бассейн, это может быть тренажерный зал, это может быть йога, это может быть там сечение массажа и так далее, и так далее, для какого-то восстановления твоего. Все это все необходимо учитывать, чтобы правильно выстроить. Ну, и также свой режим. То есть, если я решила, что я буду тренироваться четыре раза в неделю, я буду тренироваться четыре раза в неделю, и стараюсь все подвести к тому, чтобы у меня был учет комфортно, чтобы мне некуда было сбежать. То есть четыре раза в неделю из семи, да, то есть можно спокойно выбрать. Саша, есть что-нибудь добавить? Добавить? Да нет, но количество тренировок определяет не наше желание, а наш уровень. То есть, если мы находимся там в начале, как бы, своего спортивного пути, то нужно максимально уменьшать. То есть, нужно достигать результата с минимальными усилиями. То есть, это очень такой неправильный подход, когда все такие новички часто такие, ой, мне там три раза мало, я хочу пять. То есть, в этом нет никакого смысла. То есть, ну, не всегда нужно подходить к вопросу, там, количества тренировок, только из каких-то таких вот факторов. Нужно определиться с тем, сколько действительно человеку нужно тренироваться. То есть, на каком уровне. То есть, если этот человек только-только начал, да, то даже если у него есть огромное желание тренироваться четыре раза в неделю, там, или пять раз в неделю, то нужно ему сказать, стоп, как бы, давай на трех тренировках мы останавливаемся. Потому что, ну, часто это связано с тем, что, во-первых, человек не восстанавливается, ни психологически, там, ни эмоционально, ни физически. Потому что одно дело неделю тренироваться, там, три-четыре, там, или пять раз в неделю, да, там, две недели, три недели. А когда это переваривает уже месяц, второй или третий, то многие, как бы, срываются, и все заканчивается просто тем, что, ну, начинать, как бы, 20 тренировок, там, заболел, улетел, отпуск, семья, работа, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть, это, ну, как бы, это часто, это каждый раз такая ситуация. Не зависит у тебя от того, сколько человек тренирует дисциплины. Ну, так, конечно, второй вопрос, это прям вот подход. Да, стоит ли фокусировать студента на одной дисциплине, или он пришел, говорит, все, хочу, и устраивает так, что мы все четыре тренируем. Какие ваши подходы? Ну, вообще, нужно исходить из того, что человек хочет, что ему нравится. То есть, не нужно делать то, чего вам не нравится, то, что вы не хотите. Просто потому, что это делают все, или потому, что кто-то так сказал. Ну, то есть, это не, ну, вы там ничего не выдавите из себя, потому что, ну, вам это не нравится, да. Зачем это делать? То есть, в любом случае, вы должны получать удовольствие, как гриландей, то есть, ну, удовольствие, вот, от процесса, оно должно быть, как бы, ну, вне всех остальных аспектов. То есть, если вы не кайфуете от того, что вы делаете. То есть, если, ну, как, например, вот я, да, я не люблю статик, но ее терпеть не могу. То есть, я ее, вот, в принципе, вообще не понимаю, зачем она нужна. Ну, нет, я понимаю, что, как бы, с ее целью можно делать, но она мне не нравится. И я, в принципе, понимаю, что это просто инструмент. Этот инструмент можно заменить, как бы, другими тренировками, и получить тот же эффект. Поэтому, ну, я, в принципе, ее делать не хочу и не буду. Вот. Потому что, ну, мне это не нравится, и все. Ну, то есть, даже если, не знаю, было бы это какая-то... Командный. А? Командный чемпионат. Ну, это, просто, вот, необходимость. Да, так... Нет, ну, я ее делал, потому что... Тогда я, вот, немножко, наверное, не понимал, да. А сейчас бы я сказал мне, ребят, идите. Не поеду я немножко в банду. Не хочу. Ну, а потом, мне кажется, нужно определиться, а вы, что, у человека, у человека способности. Ну, грубо, если сравнить. Если у него нога сапогом, он не может оттянуть. То, скорее всего, братом нужно плавать, чем в моноласте, например, учиться. Ну, а если человеку нравится? Ну, нравится, да. Ну, тут я не аксиома, как говорится. Да, если очень хочет, ну... Ну, кажется, мы с вами делаем. Всегда... Я понимаю, но иногда нужно убедить, что это... Ну, мы же не выбираем, если убедить, как бы... Ну, просто убедить это тоже. Чтобы выжать из него какой-то результат. Ну, просто, вот, человек пришел, хочет заниматься, да, чем-то. То есть, вот, ему нравится там мерять власти, да. Он увидел это, попробовал, попробовал. Ему нравится, да. Получается, не получается или кое-как. Но у него есть желание, и он от этого кайфует. То есть, в принципе, как бы, уже этого достаточно. А вот, что касается делать просто вот все то, что делают все остальные... Ну, такой себе. А теперь я пришла к тренеру учиться плавать в Моноласте. И никак я больше не плавала вообще в принципе. И брасом я плавала, как по чердак. И мне это не нравилось, я стояла на месте. У меня было 130 движений на четвертах. И мне не нравилось, но мне почему-то, как бы, как-то... У меня не было спора с тренером, нужно это делать или нет. Мы просто по чуть-чуть прибавляли, там, в конце закупывания, да, что-то, что-то, что-то. А это уже заслуга тренера, потому что, ну, то есть, он сумел тебя заинтересовать. То есть, он тебе не навязал это, он не сказал тебе, слушай, давай плавать брасом, да? Вот сегодня мы будем... Ну, такие тоже тренировки победят. Ну, не с тобой. Но все равно, то есть, если вы хотите... Человек пришел, я так вот еще в ластах, там, власти и все, брасом не нужен. Возможно, не стоит ему сразу там это навязывать, а просто со временем, предложить, да, как альтернативу какой-то тренировке, попробовать, там, разок объяснить, другой разок. Возможно, ему понравится. У меня так часто бывает, да, то есть, люди приходят, вот, хочу только это, ты, да-да-да-да-да-да, потом раз, оп, и вроде еще, вроде понравилось, да? А ты говоришь, оп, еще раз, значит, о, блин, оказывается, нравится, интересно, да? То есть, это нужно тоже постепенно, да? И, ну, все равно, должно быть акцент на том, что человеку, как бы, это интересно и ему хочется это. Вот и все. То есть, и с точки зрения, если мы говорим про, там, спортивные педали, да, то есть, ну, вроде как. То есть, человек уже, значит, все попробовал, плюс-минус, да, и понимает, что ему интересно. Поэтому, то есть, тут, как бы, выбирать очень сложно, мне кажется, что вам нравится, слушай, держишь, как-то все, что там нахитилие, поборо. А начинает нравится, и когда получается. Да. А когда получается, тогда начинает нравится. Это да. И более, что ты начинаешь чувствовать. Либо цепляет на цепи, он не нравится, бывает на цепи, он нет, да? Хочу разобрать эту задачу, задачу. Марина, можно вопрос? Да. Вот, как ты читаешь? Ты ищешь. Потом Саша прокомментирует коллеги. Вот, посмотри, по поводу цели. Вот, как тебе больше нравится? Ставить заведомо высокую цель, и как бы даже, может быть, ментально заведомо невыполнимую, двигаться к ней, понимая, что ты спрогрессируешь, может быть, в нее, но существенно. Либо ставить, как бы, реальную цель, добиваться ее любым путем. Либо ставить цель, которая заведомо для тебя легко достижима, чтобы это не доминировало в тренировочном процессе, и ты понимаешь, что ты наверняка эту цель достигнешь, и тебе кайф. Ты понимаешь, что, скорее всего, там, три метра, там, я добавлю пять. А на самом деле, вот, из-за того, чтобы кайф заниматься, добавишь не три, а тридцать. Какой тебе подход будет? Ну, вот, когда изначально я ставила вот такую цель, да, добраться на чемпионат мира, для меня это было ненастяжимо, потому что, то есть, я ее вообще не чувствовала, просто я доверила тренеру и делала то, что он говорит, да, то есть, он говорит, я знаю, кто на дорогу, я тебя туда проведу. Вот. И тут на начинающем этапе важно довериться. Доверие с тренером – это прям очень важно, потому что это симбиоз, и если вы тренеру не доверяете, то продуктивных эффектов тренировок мощного не будет. только в совокупности, если вы вместе работаете, он вас чувствует, и вы его чувствуете, потому что в этом будет прогресс. Если какой-то дискомнатный, если вы начинаете с ним спорить, там, или, а почему так, почему так, почему так, то есть, много разговоров входит, и все это расфокусируется и сотворяется. То есть, и для меня, вот, например, эта долгосрочная цель какая-то была неуполнимая, да, то есть, я понимаю, что я там… Это было заведенным амбициозным. Как ты думаешь, что вы тренер? Я его о нем слышал, но я с ним не знакомился. Ну, как ты думаешь, он смотрел на тебя, сказал, шансов нет, девушке амбициозной наладок, он учил ее плавать и наладок, и мне она нравится, потому что дает перед собой лицо для цели. И он посмотрел на тебя порой тренировок и сказал, я могу сделать это, и у меня там четвертый. Как ты считаешь? Он, мне кажется, что он по второму пути пошел. Ну, по моим ощущениям. Хотя я, например, в тот момент, и да и сейчас с точки зрения определяю, да, на тот момент, то есть, мне казалось, что достаточно было просто сказать, что он хочет услышать, и все, чтобы мы начали что-то делать. Ну, может, по моему пути, на самом деле. На самом деле. Можно по этому поводу? Конечно. У нас же не все. Вибрация. Конечно, Владимир. Я, как бы, ну, я уже говорил, когда выступал, я 40 лет уже в подводном спорте, и у меня там рекордсмены, чемпионы Европы и мира есть, и сейчас Миша помогает достигать своих результатов. Я не к тому, чтобы понять, что я немножко понимаю по постановке цели. Я никогда не ставил цели своим спортсменам, которые побеждали, что он должен выиграть чем-то. Я говорю всегда, ты должен сделать все, чтобы выиграть, или, допустим, показать. А займешь ты какой результат? Оценка дальше. Займешь ты какое-то место или не займешь, это уже не имеет значения. Но есть такой универсальный принцип, ну, в спорте многие знают, преодолеешь себя, он для, даже в фридайне, как раз, очень показательный. Преодолеешь себя, победишь всех. То есть важно победить себя. И отсюда строится и цель. Победить себя. То есть указать какой-то результат, ну, допустим, на какой-то результат этот. Как готовятся спортсмены другие, мы не знаем. Может он работает в три раза больше, он суперталантный, и все прочее. Занятое место не имеет значения. Важно показать, преодолеть себя, показать свой результат. А место уже, это уже лотерея. Определенная лотерея. Потому что как готовится спортсмен, мы на это не влияем никак. Мы должны сосредоточиться на том, на что мы можем повлиять. Повлиять мы можем на подготовку к конкретному спортсмену. Но это я говорю про большой спорт, это, конечно, не касается всех случаев в жизни, но как-то вот, но в какой-то момент. Важно. То есть, Владимир, а как вы относитесь к конкретизации целей? Вы с чего начали? Очень интересно ваше мнение. Потому что, как Марина говорит, я хочу улучшить технику. Прекрасно. Но это не цель. Это процесс, который должен привести какую-то цель, 50 метров за 4 гривка, вместо 2 толчка. Вот это как бы цель, да? Это количественное измерение целей. Либо отобраться до 5 метров. Вот в плане преодолеть себя, да? А вот приходит человек, ты сейчас будешь преодолевать цель. Ну, она раскладывается на кучу маленьких целей, естественно, она раскладывается. Это связано и с техникой, и с психологической подготовкой, и с вопросами восстановления и все прочее. Ну, это как бы способы достижения цели. Но есть какие-то измерения, ну, допустим. Ну, не знаю. В фридайминге сложно. Если как бы скоростные, это понятно. Там результат. То есть скорость. Проплыл. Результат. Здесь ты можешь плыть медленнее. Можешь плыть быстрее. И примерно показывать один результат с разной скоростью. Люди. Как-то люди подходят к результату. Ну, я про бассейновский фридайминг. Я глубина. Я глубиной несколько знакомый. Сам немножко занимался. Ну, кому? Я тут не специалист. Вот. Если бассейновские брать, то тут какие-то цели связаны. Ну, это зависит, опять же, от человека. Если у одного больше силовая подготовка или, допустим, скоростно-силовая подготовка. Он более мощный. Он может быстрее плыть. У него, скорее всего, он, наверное, свои цели может достигать с большей скоростью. Тут будет, естественно, расстояние, которое преодолевает штык. У нас очень просто, как в любом виде спорта. Это длина в метрах, которую атлет может преодолеть на одном духе. Время, расстояние. Время – это статика. Расстояние – это другое. У нас совершенно конкретная, как бы, есть измерительная цель. Хочу проходить 200 метров. Я хочу быть 100 минут. Хочу, там, не знаю, что. Но, собственно, суть дискуссии состоит в том, на мой взгляд, что до какой степени эта цель должна быть конкретной, потому что, если она может быть чересчур конкретна, это неинтересно. Все равно мы идем к этому через некий процесс. А если она вообще не конкретна, я хочу выучить свою технику, да? Я хочу плавать быстрее, анализировать, да? Конечно, это не совсем, чтобы цель. Можно я скажу по этому поводу? То есть, как я делаю и как я строю после того, как прошли очередные старты, особенно крупные, я, естественно, знаю, к чему я хочу стремиться дальше. То есть, и в том числе это и по метрам. То есть, я знаю, сколько я хочу, чтобы, ну, что прибавить. Ну, естественно, как бы максимально хотелось бы, да, прибавить. Но все равно есть какие-то определенные. Допустим, пропыл 200, на следующий хочешь проплыть 220. Но если я буду себе ставить цель, что я хочу проплыть 220, и при этом я ничего менять не буду, тогда вопрос в том, почему-то до этого 220 не проплы. Соответственно, я уже знаю, что я буду делать, что я буду менять, или где я буду добавлять, или где я буду уменьшать. И от этого я уже знаю, что если я вот это проделаю, вот, то я, соответственно, уже смогу сделать какую-то прибавку. Будет ли это там 220 метров, или 210, или 230, это уже будет, ну, так скажем, зависит от того, насколько я правильно оценил то, что нужно делать, и насколько я в полной мере это сделал. Вот. Поэтому, ну, если цель мы выбираем конкретно метры, то нам нужно смотреть не на эту цель, а смотреть на то, что мы делаем для того, чтобы ее достичь. Вот и все. А вот еще одно замечание, Олег, можно? Конечно, короче. Марина задает кому Саши, она все вместе. Нет, просто сейчас именно по целеполаганию, я не знаю, насколько это будет актуально, но, может быть, посмотреть на самом деле сейчас тренды в бизнесе, да, в крупном бизнесе. Ни один проект не запускается без целеполагания. То есть любой бизнес-консультант приходит и напросто рушит ваши планы, и говорит, а где у вас цель? Она оцифрована. Это как раз очень вопрос на дискуссии, потому что смотрите, как все перекликается. Андрей, спасибо большое, я получил огромное удовольствие, да, ключевое слово, презентация Андрея какая, удовольствие. Теоретически во фридайминге очень большой соблазн, цели не ставят, а кайфовали, да. Понимая, что если ты кайфуешь, вот под руководством хорошего тренера, который тебе говорит, как это делать, там что-то направляют, ты будешь достигать чего-то. Вот здесь как раз, Олег, мы его увидели, в третьей неделе сидим, да, и говорит, один говорит, надо стремиться, достигать, а другой говорит, нет, надо расслабляться. Вот здесь вот симбиоз вот этого, мне кажется, в фридайминге как раз и достигнут. Какие цели, может быть, Саша, по плане? Да, вот вопрос по поводу цели, либо заметно в этой компенсации. Олег, мне кажется, это зависит от спортсмена конкретного. У кого-то психология такая, у кого-то другая. Ну, кому-то будешь завышать, и он сломается. А другой, наоборот, как бы, от этого работать будет. Я тоже, наверное, не спечатала, сломая с ними старость, Цель должна быть точно четко скранирована, ну, в виде метра. Мы говорим про грязь, да, спортивные. Явно мы должны завышать, не завышать, ну, это такое, ну, то есть, все равно цель должна быть достаточно высоко. То есть, это не должно быть что-то такое, что вы можете сделать, там, завтра или послезавтра. Потому что, и, во-первых, да, есть цели долгосрочные и краткосрочные. Ну, то есть, нужно наставлять приоритеты. То есть, вы можете хотеть какой-то конкретный результат, там, сделать, там, на протяжении, там, нескольких лет, да. То есть, идете, будете идти к этому результату. И помимо вот этой основной цели, у вас будут какие-то промежуточные цели. Точно так же, как со стартами, что я говорил. То есть, есть основное, и основные есть подходящие. Точно так же и здесь. То есть, цель должна быть конкретной. То есть, ну, она не может быть какой-то филерной. И промежуточные цели на карте соревнований, то есть, они могут приняться. То есть, например, там, что-то отработать одно, и там, и другие соревнования. И искусство тренера, наверное, понять, а где это один. Найти именно тот вот путь, и ту цель перед ним поставить, которая считается наиболее, ну, такой формат. Это не действие, что он должен прямо ставить. То есть, вместе должны это принять. Мне кажется, что это… Я хочу отметить, что вот сейчас лично до меня дошло по поводу разницы подходов, тут есть разница подходов у придаймеров, которые занимаются преимущественно нырянием в глубину, и придаймерами, которые занимаются преимущественно нырянием в бассейне. У ныряния в глубину реально есть цель увеличить расслабление. Это необходимая история, без которой ныряние в глубину не представляется возможным физически. И Олег тут, наверное, поддержит меня, потому что если напряжет, то грудная клетка тебя не выдержит нахрен ничего. Поэтому она может быть неколичественная и не оцифрованная, эта цель. Но она очень конкретная и очень понятная. И ее сложно измерить, но это мерится на уровне каких-то ощущений и опыта, которые ты приобретаешь с каждым новым нырком. И вот тут как раз больше идет... Почему Леша Молчанов такое большое внимание уделяет расслаблению? Потому что в бассейне на тебя не действуют такие сдавливающие силы, которые твоему напряжению... Ты можешь бояться воды, да, тебе может быть страшно, что ты захлебнешься, но когда ты в глубину ныряешь, на 20 метров глубины находишься впервые в своей жизни, и держишь эту веревку, и единственное, что тебя связывает с внешним миром, эта веревка. Или когда ты в бассейне в любой момент так на карте оттолкнулся, и ты во внешнем мире снова как бы на месте. Это разные вещи и разный подход. Поэтому мы здесь сталкиваемся с такими вещами, какая должна быть оцифрованная, не оцифрованная. У меня лично был опыт с оцифрованной целью, где я очень долго долбилась в одну глубину, очень-очень долго. Женя был свидетелем, мы ныряли втроем, Женя, я и Саша Павлов. И у нас у всех, у троих, была цель определенная, у каждого. Мы приходим один день на буйок, никто из нас не может нырнуть второй, третий, четвертый. Я в какой-то момент на ребят смотрю, говорю, ребят, ну нельзя так, нет, надо, все, давайте забудем это, давайте отпустим это. Они на меня смотрят, говорят, ой, типа, давай, без этих своих сектантских штучек. Я ныряю, на сорока метрах, понимая, мне нужно было нырнуть там, по-моему, 83, что-ли, что-то такое. Я на сорока метрах проглатываю маус фил, и в этот момент совершенно ослабляюсь, но частично его проглатываю, я понимаю, что я допустила ошибку, и я думаю, ну и хрен с ним. Вот, докуда ты нырнул, вообще пофиг бы. Я попыталась себя всячески расслабить и убедить, что для меня эта глубина и этот шарик не имеет никакого значения. И я очень легко всплыла, одна дошла от этого до глубины, мне Женя, я всплываю, мне Женя говорит, а ты, говорит, что такое, что так расслаблено, что так, почему так хорошо, а ты не донырнула, что, что не так? Я говорю, все, кайфово, и когда я всплывала, единственное, о чем я думала, это, что я вообще здесь ныряю, мне за это денег не плачут, и как бы я сама езжу, зарабатываю деньги, приезжаю, в этот дыхал, блин, ныряю, что-то мучает. Я говорю, блин, а, нужно кайфовать. У меня такими красными неоновыми буквами было всю дорогу наверх, слово кайфуй. Я Жене рассказываю, Женя говорит, как я бы тебя накрыл. Ну, покой не ныряй. Но иногда цель может быть реально в расслаблении, и она не оцифровывается, и ее нельзя пощупать, и ее нельзя написать на доске, но она есть. Ну, расслабилась полу-человек, чтобы от кого-то было. Да, да, но это вот чаще... Ну, как она, ну, нет, я... Если бы не расслабилась, то не достигла. Задача была не донырнуть 83 метра, а задача была расслабиться. Это две разные задачи. 83 метра я могу донырнуть, обжаться и порвать уши. Это будут те же 83 метра, но история будет совсем другая. Там тебя дисквалифицируют. Меня никто, ну, не дисквалифицирует. Я могу добавить чуть-чуть минуты. Ты же сказал, что твоя же цель... Нет, ну когда плывешь, когда на скорости, ты не сможешь... В принципе, я считаю, ментальным делом бесплатным. Потому что мы тренируем не только битоксию, гиперкапнируем, мы тренируем, в первую очередь, в состоянии. Ну, это мое личное мнение, да, 80% от тренировок в состоянии. Если вы можете на любом нырке войти в определенное состояние нырка, без расслабления этого никак не сделать. И на это влияет все. Дыхание до этого, да, и восстановление, насколько мы восстанавливаемся, и так далее, и так далее. Как можно расслабиться непосредственно в нырке? Я тут у Зои в головне прочитала... Читала я какой-то пост про соревнования. Где-то она глубоко заряла. И улыбалась, когда увидела, что она тоже как бы в геме в этой, что... Она говорит, я снимаю тренировочный... Ну, с меня снимается тренировочный стресс, когда я предоставляю план нырка. И степ по степ, да. Сначала, допустим... И мне это очень близко, потому что я его и ранее использовала. То есть у меня... Это понятно. Допустим, как это выглядит в брасе? Я, например, понимаю, что сейчас мне нужно, например, потянувшую мышцу. Я делаю только это. Я нахожусь в моменте. Потом я спускаюсь в воду. Есть отчет. Или там нет отчета. Я просто на тренировке готовлюсь. Потому что бывает, ты волнуешься не только на соревнованиях, но и перед тем, как сделать, например, какой-то суп максимум свой. Я сейчас дышу. Моя задача только дышать. Максимальный голубок. Так как мне это не нужно делать. Я каждый раз все об этом напоминаю. Потому что бывает, что взгляд мой замыливается. Я только что провела тренировки. Но я знаю, да и умею. Вот это вот все. Может быть, кому-то понятно, да? Как инструктор. Ты все знаешь, все умеешь. На самом деле, можно какие-то шаги пропускать. И потом моя задача сделать хороший старт с хорошим полчком и хорошим скольжением. Я нахожусь вот в этом моменте. Потом, например, я перехожу, например, дохожу до бортика посильно, разворачиваюсь, моя задача сделать разоворот и так далее, и так далее. Я свой нарок раскладываю на части и нахожусь непосредственно в этой части. А давай все-таки попробуем сместить фокус. Потому что, как бы, с того как тренировать себя, на то как тренировать. Да? Потому что… Я рассказываю, как это можно сделать, как снимать. Бывает, что цифра какая-то может напрягать, когда человек не готов. И это как инструмент, который может снизить стресс, как бы, ваумение и руки, непосредственно разложив свою дистанцию, свою попытку на какие-то части. Вот это можно просто помочь. Можно попробовать. Каждый может сам смену решить. Это, получается, такой вид работы с тревогой. И в целом, это в любой жизни работает, когда потревожишься на счет чего-то, ты начинаешь концентрироваться на моменте определенном, и это опускает. Да, да. Мы сейчас помним, что психология… В процессе, в процессе, в процессе, в процессе, в локкалке может быть и в локкалке. Когда тело, дальше, начинает плыть, само. Ну, может, тебя достигает в своем сознании. Можно вопрос пока? Ну, Флатима. Ольга задала такую битву титанов, расслабление в бассейне и в глубине. Можно спросить у двух очков? Да. Все-таки, почему расслабление в бассейне? Почему ему надо меньше? Да нет, не меньше. Я могу объяснить, почему так? Я поэтому и спрашиваю… Ну, я не знаю, там Андрея спросили… На руку, опять же, пусть он… Кто первый? Саша. Александр Духович, давайте. Саша. 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 Оплежка. Саша. 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 Покупок. очень важно только по телу хотя не должно быть скажем так лишнего напряжения то что все равно мы когда двигаемся в воде да то есть мы прикладываем какие-то усилия нас тело не расслаблен а мы не как кисель мы работаем должно быть вот здесь расслабление но такое же физически физическое должно быть расслабление имена тела именно мышцы в бассейне этого нет то есть бассейне мы работаем мы не напрягаемся там где нам не нужно то что нам не нужно но как бы такого глобального ослабление физически у нас нет машина которая двигается потому что все очень сильно зависит от того что у нас в голове происходит когда мы ныряем то есть если мы сохраняем контроль то есть задача вообще когда мы ныряем такая очень простая поделить наши рефлексы которые называются дыхание там эмоциональное напряжение выжить там быстрее доплыть то есть сразу тело начинает вот так делать то есть нам нужно это как бы подавить все то есть если мы максимально расслаблены здесь в голове да то есть мы все говорим что все окей ну опять же это достигается с помощью тренировок просто не просто человеку взять и сказать что ты слушай там не думай тебе нормально все ты расслабься и все хорошо это так и работает опять же это систематично можно нарабатывать вот это расслабление психологическое разница в том что там есть расслабление что касается именно тела какого-то глобального а в бассейне этого это не так важно важно не напрягаться лишь вот что ничего не расслабляться какого-то глобального но вообще есть понятия мышцы сами по себе не существует есть понятие нервно-мышечная система наши мышцы напрягают заставляет работать мод и нейроны на самые крупные нервные предки которые это тоже как бы от нервной системы никак не отличается другое дело что я понимаю когда в бассейне нужно ли у нас же вот докладывали что больше часть кислорода у нас пожирает это вот передняя доля когда ты много мыслишь тут нужно расслабить условно до логику то свои какие-то мысли асосторонние минимизировать напряжение напряжение физическое которое периферической нервной системы а вот какие-то определенную часть можно расслабить убрать лишние мысли иду еще я как-то добавить просто поля собственности закончить по полу цель расслабления это способ достижения цель вот вопрос правильно говорили докладчик сказал что допустим в нужном моменте когда мы плывем дистанцию во время дистанции нету ну допустим даже на скорость плавать люди нету же секундомеров в голове я не могу поставить цель такую сказать ты проплывешь за 20 секунд 50 километров 50 метров нет такой цель и он ну хорошим чувствует эту скорость но когда он плывет не думает о скорости начинает думать о скорости а секунда ничего не получится нужно думать чтобы он вовремя вышел на старт он вовремя надел бласты чтобы он стал вовремя чтобы не обращал внимание на остальных он более принял старт вошел в воду условно там выходом очень много нюансов именно как раз сосредоточенность на моменте а выполнение а вот расслабление это один из способов в моменте работать то что тебе нужно это сделать для того чтобы допустить результат как андрей рассказывал как его что начиная там продуваться и вовремя нет я не сделал просто человек не сосредоточен на моменте что должен сделать именно в данный момент вот наступает некоторая фаза которая то есть должен проговаривать и понимать и чувствовать что в каждый момент ты должен сделать ты работаешь вот только так а не думаешь там о результате что там ты должен ты должен сделать правильно именно в эту секунду в этот момент в следующий раз что хотела сказать что считание восстановления то есть считание действительно важно понимать если мы хотим стремиться улучшать свои результаты или мы работаем каких-то высоких поворотов то есть три тренировки может быть как бассейна да интернет но часто люди хотят которые стремятся к своему улучшению они еще занимаются помимо залитыми другими натурсками важно правильно понимать что мы должны правильно поддерживать свой организм питать для этого требуется много усилий требуется организация дисциплины значит это что ты студентам устраиваешь план нет нет я просто говорю младен то есть как живут сам то есть я даю рекомендации но я не могу не верить так что ты в этом тренировке нет 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 я советую спорить участие в план если мы работаем уже в каком-то периоде то есть если мы тренируемся то есть мы должны достаточное количество высыпаться потому что если мы не недовосновились с прошлого раза важно тоже это учитывать и понимать и пить воду потому что то что может вода то есть она питает наши фарсы тоже в том числе и в действии не так как в траксе я не думаю числа а дистанция как я буду улучшать я стараюсь не думать но я не думаю о числе а дистанции я смотрю на свой день потом я делаю один грибок например на даме потом делаю грибок руками потом там еще например или только на ногах половая разворачиваюсь задача моя развернулся хорошо максимально близко к бортику бассейна сталкиваются скольжение когда возникает следующий разворот или когда начинает закисление у меня уже переход с одной цикличности на другую я не говорю не повторю что это единственное правильное решение это применимо только для меня я буду с разной цикличности допустим первый четвертый атак я была только на ногах потому что мне так махотно мне так нравится потом например я добавляю парнюки четырем ногах добавляю руки как только у меня закисляются мышцы первое закисление я убираю а еще один ноги то есть полгода 2 1 ну и так далее и так далее то есть когда сильное закисление я уже перехожу на 1 на 1 стараясь также при этом не терять концентрации при развороте например на 100 метрах и пытаться скользить и толчаться максимально эффективно хотя понятно что я тоже человек у меня тоже возникает ацитоз происходит закисление и мышцы уже работают не настолько эффективно да то есть и такого мощного и свежего хорошего скольжения и глибка не получается как только что сортовал то есть у меня оставляешься выйдет в моменте каждый раз ну а потом уже я понимаю что венгея нахожусь максимально собираюсь в точку есть линия понимаю где находятся суги и если это соревнования собираюсь максимально правее в сосуде с этой стороны дальше половую представляю как мне правильно нужно дышать и выходить то есть это мой план но я не думаю о следующем шаге я нахожусь именно в этом шаге в котором я сейчас вы можете сделать так как только дорожную знаки или там ренчики да 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 это разные ответы можно дышать не в метрах а может быть в ощущениях ты делаешь для себя но и ученикам что так же ты после наказа ты рассказывал когда передала что ты показывал в нынешний образов и все это спрашиваешь где какой цехл так что они конечно это спрашивают там что когда человек проговаривает он больше для себя и всегда больше что-то анализирует и делает выговоренность. Сон, компрессия. Хотелось бы сделать скид, потому что это важный момент. Если кто-то участвует в соревнованиях, ему нужно важно восстановиться. То есть можно использовать компрессию, это бельеер, в том числе ледницы, чулки и так далее, которые помогают мышцам восстановиться. То есть я это отношу к восстановлению для достижения какого-то результата. То, что касается, например, массажа спортивных, я советую делать при каким-то своим срезанным дистанциях и в Бали всякие какие-то нагрузки на сердечно-сосудистую систему, я тоже говорю, что нет. То есть они могут негативно сказаться на вашем результате. Перед стартом? Да? Массаж? Это лучше делать заблаговременно. А на сколько заблаговременно? Обычно, по-моему, неделю за две сворачивается с этой историей массажа. Подожди, а внутри сутки свертования, сутки стартов массаж, чтобы снять эти свои группы? Как массаж? Как массаж? Массаж никак не влияет. То есть массаж не применять никакое во время? Ну, то есть вот у меня есть операционный массаж, друзья, просто стартов нужно снять... Не, ну, наверное, можно. То есть это не массаж-массаж такой, да? То есть когда тебе там размажут после массажа, может два дня в себя приходить. То есть если мы проимем на такой массаж. Кто у тебя массаж, если ты такой? А? А? Ну, просто вот, например, Наташа, она делала обязательно, она говорила, что у нее уходит закисление. Лучше надо пробовать, но лучше попробовать, что-то принадлежит. Посмотреть, потому что реально такого может быть не очень. Очень-не очень. Одно дело, когда там поглаживающий какой-то массаж, да, такой вот. У меня взглядел у меня. И мне кажется, какой-то спортивный массаж. Наташа такая мощная тренировка. Я понимаю, что это может быть восстанавливающий массаж тренировок. И... наоборот. Все. Вы возлещие. Представляется, что для эффективного процесса максимально важное. То есть мы должны тренироваться не раз, тренироваться там, 2 недель в бамбу, а уже продолжать перегуляться. Про тартику можно задуматься. Вариативности тартики, понятно, это может изменять этот концепт, он более-менее общий с какими-то тарами. Либо ты выбирала, выбирала, сколько занимает времени этот поиск твоей тартики. А ей стороной, если ты его сорвала, сделай, сделай, все не так. Колька сказала, раз, в глубине я расслабился, бах, у меня это тоже часто бывает, никакой цели и прочего, и ты дошел и все сделал. То есть ты такой, блин, у меня сорвано абсолютно то, что я задумал, а получается лучше, как здесь. Ты предпочишь к тому, откуда ты можешь начать, допустим. Если ты во время НРК понимаешь, что что-то все и в результат, сделаем то, что мы можем на этот момент. Я советую не выходить раньше, чем ты вошел в рабочую работу. Обучая зона – это там, где начинается гипоксия, где непосредственно начинается бой. Процесс, связанный, когда ты уже, когда ты еще можешь поплыть, но уже такой малодушничаешь, что человек, надо бы хватит. Делай на тот момент то, что ты можешь. Понятно, что можешь потечь масло, там еще вот это, все что угодно может включиться. Вот там, прыгнул на тебя сверху. Вот так или иначе, попытайся, когда происходит дискомфорт, если он приходит раньше, вспоминай, где находится насколько расслаблены твои глаза. Глаза, челюсть, язык – все то же самое. Вот здесь вот, вот здесь вот должно быть расслабление. Все остальное тело, оно работает. Потому что, если ты не расслаблены, глаза напряжены, губы, челюсти, мысли, скорее всего, будут идти. И на тот момент, когда все пошло не так, обратить внимание сюда. Если все расслаблено, и дальше собраться и делать то, чтобы ты, кто к чему-то готовился. Если мы опять же говорим про соревновательный урок, о котором говорила я до этого. Какая проблема? Ну, вообще, на самом деле, нужно быть готовым, в том числе, и к тому, что что-то может быть не так. Ты можешь, у тебя зажим может слететь, ты можешь груз элементарный забыть надеть, да? И такое бывало тоже. У меня бывало такое, что я плыл на чемпионате России, под мной оператор проплывал, а я его лаз доцеплял. И такое тоже бывает. Нужно быть готовым к тому, что что-то может быть не так. Это у нас относится только работа с головой, да? То есть, мы должны понимать, что может все пойти не так, но не так. И об этом париться вообще не надо. То есть, ты не должен каким-то образом отреагировать так, что, ой, не пошел в урок, все, я выйду. Ты уже на старте, у тебя не будет возможности перетануть. У тебя там нет возможности выйти и сказать, что я вот в этом плане, я не понимаю, когда на чемпионате России люди выходят. Проплываю 100 метров, когда он до этого плавал, ну, весь и спокойно он летов, он выходит на 100 метров. Я думаю, что это не так. Я думаю, что это странно. Хотя, как бы, ну, ничто не предвещало. Если что-то не пошло, если народ не пошел, ты можешь там не проплыть с твоей 100%. Да, да, да. Но какой-то ты, ты уже готов. То есть, ты в любом состоянии, ты можешь проплыть, там, вместо правого плава, допустим, 250, ты можешь там, 200 плюс проплыть даже там с какой-то, с какой-то ситуацией, которая там выбила тебя из чего-то. Потому что ты отрабатываешь в этом случае даже, как бы, не можешь проплыть максимум, в котором ты готовился, клавицу-то ты можешь, но уже отрабатываешься и получается в дискомфорте, да, но в других условиях. Тоже огромная работа. В том числе и касается и тренировок тоже, потому что есть, которые, ну, у тренировки в обызии это, может быть, да, а вы, да, нет… На самом деле, на тренировках не стоит себе такое позволять, потому что это может… Человек, который один раз вышелся, может выйти второй или третий. Ну, т.е. это приводит, т.е. человек, который ни разу не слил ста, да, т.е. шансов, что он слил, намного меньше, чем человек, который сливал ста. То есть, если человек, например, раз слил, он может слить, то есть у него вероятность всегда 50%. Ясно, что лицедивы, да. Ну, уже важно, на самом деле, вся вот эта история, что типа, ну, не пошло на тренировки, не ныряй. Ну, потому что многие люди... Это абсолютно нерабочая история, она неправильная. Иногда, да, нужно учитывать свое эмоциональное состояние на тренировке, потому что в тренировке есть внимание, это очень, как бы, разные сферы. И если вы приходите на тренировку, вы понимаете, что у вас эмоциональное состояние такое, что вот вам, ну, надо поменять сегодня работу, да, ну, потому что, то есть у вас там, не знаю, что-то произошло дома, и вы, ну, не можете быстро вот так вот переключиться, да, то стоит менять. А на сливаниях такого не должно быть. То есть, в принципе, чем меньше вы сливаете, то есть с какой-то такой работы, но опять же, часто проблема в том, что люди сливают, потому что они неправильно подводятся к этой работе. Ну, еще просто, я считаю, второй подход, про то, что это же тоже, получается, тренировка, да, вот, что Марина говорила про расслабление в двух условиях. То есть, у меня был лучший номерок в разножках, там, это была золотая медаль, самый лучший пока результат, в тот момент, когда я на огромной скорости, на первых пятидесяти метрах, врезалась головой, там, просто бортик затрясся, там, люди просто в шоке были. То есть, это реально, ну, действительно, там, неважно, что произошло, там, оператор, не оператор. Просто, видимо, какая-то часть, мы все-таки расслабили, вот, ну, может, поймите, золотая медаль, дальше все пошло. Нет, у меня, на самом деле, нет, когда у меня та же история, начинайте, вот, я, что, почувствительную наглозы, не верят, а там, где-то, 9-4-5 взрос шла, у меня разминка была низкое атмосферное давление, так, потому что у нас мало высокое атмосферное давление, низкомфорт, значит, у нас на 40 секундах. Сделала 7-25. После, ближе 6 минут, там, мне сказали, там, сколько, там, 4-40, а я просто умирала, вот это время просто умирала, я так думаю, ну, так, там, оп, ну, а, ну, только 20 секунд, по 5 минут. А я сейчас кончу сказала, ну, точно совершенно неправильно сказала, то, пизинчицу, с каждой 5-30 меня, в принципе, не вынимают, мне в порядку блокад, потому что у меня было с ним, надо, что мне с темой сговорить, что-то свела, никто не повечит, что плохо чувствует, это давно показала, вот, меня еще 5-30, блокад, хотя мне надо, как бы, доказывать, что я плохо чувствовала. Ну, после 5-30 с теми стало легче, я абсолютно в сознании, на абсолютно наглом, ну, протоколе вышла, обычный протокол у меня, и вот тут абсолютно четко, на четком протоколе, абсолютно нагло выполняет, ну, у меня полегчало потом. Ну, в 5 минут я умирала. Коллеги, у нас наступило время обеда, сколько минут мы есть? Олег, обед с часу, столовая, с часу работает. С часу, столовая работает. Я подойду такой маленькую реманку, да? Когда ты не готов к какому-то, ну, когда происходит какой-то коллапс, да, там, врезаешь, там, что-то, я, с тебя, получается, с головой не снимаешь на курсы, ну, не важно. Как-то, как пойдет. Мы уже не часто, не знаю, у меня очень, когда всякие фейлы получались, у меня получалось улучшение. Хотя мысли, на самом деле, приводят в этот момент, что типа, уже живут. Понятно, почему вышли, да. Мне очень нравится фраза Марины, когда я спросила, а что если не пришло к тебе состояние, и вот тебе, а она такая, ну, значит, операция прошла без анестезии, плывет так. Можно из-за того момента тоже хочу рассказать, я один раз сорвал протокол перед знакомым, то есть там было выпускание отвлекательных путеводов, и первая мысль, ну и вся подготовка пошла, ну просто она исчезла в этот момент, и понимаешь, что только это прекрасно, и как бы ее нет, но при этом норок был идеально спокойный, ровный, и по ощущениям это было намного проще, чем, допустим, то, что делать по правилам подготовки и так далее, потому что спал это соответственность. Абсолютно. Это было как будто тренируешься в теплой воде дакабе, это был... Киргел? Киргел, да. У меня есть интерес, несколько слов по массаж. Мне как-то приходится работать с спортсменами на разных тренировочных стадиях, и вот мое мнение, как я понимаю, что массаж, он должен быть включен в план тренировок. Как идеально, да. Это не должно быть какое-то спонтанное. Это если человек хочет устоиться, то он будет на карантине, то есть у человека, который у вас не сеет. Все, с ним нужно делать все, что ему необходимо, и он не должен рассчитывать, что он после этого восстановится. Либо, например, человек специально занимается на каждой тренировке, делается как будто силовой для него, и он просто не приступит к следующей своей тренировке, если его после этого не восстановить. Он, опять же, должен закладывать какой-то июд. То есть массаж должен быть спонтанным. И человек должен составить, опять же, определенную цель, что он хочет от этого массажа. Полечиться, восстановиться, взбодриться. Цель на массаж. Вы понимаете, да? Да, мы все. И относительно того, что мы все не роботы, мы все люди, у нас каждый раз в разное состояние. Мы должны понимать, что, когда мы поставили какую-то себе планку, допустим, там, 300 метров по наласте, мы не можем ее все время напряжать и не обязанным. То есть, если мы будем думать, что мы каждый раз должны плыть то, что-то, и каждый раз на каждое соревнование должны улучшать, тогда столько обратно эффект на шаги назад. То есть, в этом случае нужно подбирать, в любом случае, нужно подбирать ключи, которые будут помогать работать за головой. Да, не знаю, медитация, работа со спаянием, работа с планированием, что-то, вот какие-то вещи. Потому что мы все индивидуальные, и у каждого что-то может работать именно свое. То есть, мы можем пробовать делиться между собой, там, слушать, испытывать что-то на себе, там, петь песни, читать стихи, там, считать циклы, выписать на свою тень, или какие-то какие-то в воде. Но, так или иначе, как бы, уходите от какой-то цифры, что мы должны непременно вот ее пробовать. Но, это мое мнение. Безусловно, у эфирных спортсменов может быть какое-то другое мнение. Саша, тебе что-то придется? А, я хотел по поводу предыдущего вопроса просто подвести как-то итог, по поводу того, что если что-то пошло не так. Вообще не надо ничего анализировать в моменте дырка. То есть, когда вы ныряете. Я говорю сейчас про бассейн, я не говорю про губы. Ну, не знаю, как там хватило. Но, в бассейне, по сути, вы отрабатываете несколько движений, на протяжении длительного времени. То есть, вы просто заходите в воду и делаете все на автомате. Неважно там, что-то, что не так. Как Миша говорит, кто-то потолкул под вами, кто-то что-то вам помешал. То есть, вы просто ничего не анализируете. Просто делаете свою работу привычную. Вот, и все. Поэтому, как бы, неважно, что там происходит и что там идет не так. Выходите от оценки, в принципе. Выходите от оценки во время дырка. Ну, то есть, анализы как такового не должно быть. Вы можете наблюдать за процессом. То есть, типа, со стороны. Все идет хорошо. Все идет по плану. Но никак это не оценивать. Тем более, никак надо не реагировать. И, по сути, план не меняется от этого. Просто делаете то, что наработали. И все. Потому что, если оценивать, то, как бы, мне, например, комфортно тут плыть 50 метров в брас. Все. Если я буду думать, хорошо, мне плывется ли плохо, я не проплыву с собой какой-то улучшенный результат никогда. И мне не нравится плыть. Мне нравится, как бы, быть в состоянии этого норка. Но я не оцениваю, хорошо мне плывется, плохо мне плывется. Если я начну оценивать, то это как-то очень напряженно становится. Поэтому это расслабляться. Также важно работать над техникой, чтобы улучшать свой результат и исключать его, безусловно, в тренировочный цикл, о котором мы очень позже разберем. Силу и выносливость тоже нельзя исключать из тренировочного цикла. То есть мы должны понимать, что мы должны работать какие-то силовые аспекты. Если это касается, например, браса, то есть мы должны тренировать взрывную силу, чтобы мы хорошо отколкнулись. Хороший старт, например, должен быть, хорошее выстяжение, хороший толчок, хороший привок. Достаточно сильный человек должен тренировать, и это все учитывать. Есть специальные упражнения, которые мы можем подводить. Брасом вы занимаетесь, либо плавать, либо на лазке, либо в билах, все можно тренировать. Также и скорость, и выносливость свою, в том же том числе. Растяжка, гибкость тоже очень важна. А если мы не растянуты, у нас могут забиваться мышцы, вставать. То есть мы с помощью растяжения можем снимать нагрузку, быстрее постанавливаться. Я бегом дальше. Конечно, Валя. Так выглядит стандартный тренировочный цикл для многих видов спорта. Первый период – это втягивающий. Когда, например, мы отдыхали в сезон, чаще всего мы отдыхаем летом, бассейн не закрывается. И чтобы как-то втянуться, мы втягиваемся. Втягивающий период – для меня это 3-4 тренировки без всякой какой-то нагрузки, без скорости, без гипоксии, без всего. Просто вспомнить воду, вспомнить ощущения и, в общем-то, все на этом. То есть это, я как повторюсь, 3-4 тренировки непродолжительные. Следующий – базовый уровень, который включает в себя тренировку на технику. Это большие объемы. Ну, большие объемы имеется в виду не по плаванию, сто метров брасом, сто метров кролем, сто метров моноластей, в уши. Нет. Для меня это, например, вспомнить, как на длинном плавании, и на это, например, километр. Ну, да. Например, километры брасываем, например, на кула, где-то метров через 300 тело начинает включать нейронные связи, которые мне наработали, и начинает вспоминать, лучше чувствовать, лучше что-то шоу, что-то возникает, лучшее ощущение, да. И важно в этом периоде плавать без гидро-костюма, чтобы тело все вспоминало, как это все делается, положение тела в том числе, ощущение движка, от скольжения и так далее. Можно вернуть назад? Можно вернуть назад? Можно вернуть в следующий статус? Териал? Классового этапа. Это примерно, ну, для меня, если взять вот этот период, то, если его забрать на 3-4 месяца, подводящийся вот этот период, и 3-4 тренировки в неделе, то он примерно длится 4-5 недель. Тебе такой же рейтс, да? 1,2,2,4,5? Ну, у всех по-разному, зависимый, то есть, мы на прошлый раз рассказ. Пример? Ну, не знаю, вряд ли 4-5 недель можно что-то сделать. Опять же, мы говорим о человеке, у которого уже есть опыт, ну, то есть, человек, который уже тренируется много-много лет, или мы говорим о человеке, который только начал. Ну, то есть, это будет совсем разный базовый период. Да и базовый, он тоже очень относительно, потому что, ну, я не знаю, я не совсем так делю периоды. Большие объемы, плавание, да, упражнения, работа на технику, да, то же самое ныряние, но, как бы, не, скажем так, с минимальным каким-то дискомфортом, да, то есть, отработка каких-то навыков, с какими-то акцентами на что-то, она, в принципе, присутствует вот такая работа на протяжении всего сезона, да, просто вот, так как говорит Малина, базовый период, да, он такой, ну, наверное, более сконцентрированный на этом, и он может быть, ну, мне кажется, дольше, чем 4-5 недель. Я думаю, что там, может быть, и месяца 2-3. В смысле от того... Если высшую массу надо набрать, как ты вот за месяц наберешь? А там базовую надо делать такую. Ну, а зачем нам высшую массу? Ну, то есть, мы сейчас, как-нибудь, в контексте, как всегда, я не знаю, ну, как качок-качка, но, понимаешь? Я надеялся, что ты поймешь, но я имею в виду, что не обязательно, это должен быть какой-то аспект, который ты тренируешь в развивающем режиме. И в развивающем режиме работа предполагает, что ты его развиваешь и достигаешь определенные... 4-5 недель, мне кажется, очень мало. Ну, я тоже так кажется. Да, это... Ну, это прям такой совсем минимум, совсем минимум, минимум, минимум. То есть, ну, я обычно... Если так вот как-то... Макроцикл может в периоде был растянут, может быть, растянутый, да, там, на год, может растянутый, то есть, я рассматривала период, который длится, например, 3-4 месяца, в принципе. То есть, вот эта вот пирамида, которая... Это пирамида, там, на 3-4 месяца. Да, ну, можно... Если по срокам, то, что меня спрашивают, сколько это длится, да, то есть, я рассматриваю этот период, макроцикл, рассчитанный на 3-4 месяца. А можно и просто разделить процентов? То есть, например, ну, то есть, мы не знаем, сколько будет длиться макроцикл, например, да, предположим, у одного это, там, 4 месяца, через 4 месяца выступает, у другого, а через 8 месяцев выступает, да? Вот в процентах базовый, сколько его должен занимать, с вашей точки зрения? Ну, он уже от цели зависит. То есть, вы ведь приготовиться к главному старту? Ну, оно разрывается немного мелким. У тебя от базового периода зависит так вот, ну, ты станешь выносливой, сильной, скоростной силовой, ну, то есть, какие-то базовые вещи. И если у тебя, ну, как у спортсмена, навыки эти уже присутствуют, ты уже несколько развивающих периодов тела, тебе зачем длинный базовый? Тебе... Это тоже нормально, да. То есть, индивидуально. Ну, короткий, если... Ну, да, если у тебя уже все есть, и тебе ничего не надо. Ну, ты думал, что поедал, это сразу притоит к следующему. Ну, по сути, это обычно не работает. Ну, тогда базовый будет, не знаю, а в тренажбанке, например, да? Ну, нет. Если главный больше не надо? Нет, ну, как? Нет, да. Да. Ну, можно, конечно... Иногда, как бы, ну, например, я в данном случае, я начинала с того, что я вам говорю, да? А потом, так или иначе, мы все работаем, у нас есть какие-то дополнительные, там, семья и ребенок, и так далее, да? И можно, например, что-то накладываться. И, я имею в виду, мы можем специально накладывать фазы, да, или периоды друг на друга. Утрированно, что сначала, например, я там два километра на ласте плаваю, а потом, например, начинаю на усталость небольшой нырять. То есть такое тоже имеет место быть. То есть мы уже с раненками берем базовый период, и не важно уже специально туда добавлять. Извиняюсь, можно добавить раз в дискуссию? Да. Потому что, ну вот, не периодизации касается, а вообще, чтобы что-то добиться физически, изменить силу или выносливость, какое-то качество, чтобы какое-то изменение произошло, но вот это доказано. Три месяца. Меньше нет, не получается. Это доказано. На разных... Это любого касается силы, выносливость там, специальная выносливость или еще что-нибудь. Понятно, это может быть не накладываться на базовый, можно базовый и условно развитие какого-то качества оно перетекает на какое-то специальное, да? То есть это, да. Но если вы хотите что-то добиться, ну, лучше какое-то показатель, вы должны в этом направлении три месяца отравить. Менее. И опять же, повторяюсь, от этих матрок циклов это может быть несколько, да, еще больше, например, за весь тренировочный, например, сезон. То есть их может быть несколько. И в следующем сезоне, например, мы можем уменьшить, добавить, например, каких-то больше скоростных вещей. Но это зависит непосредственно от каждого человека, от его потребности, от того, что мы сейчас развиваем. Потому что, может быть, он вообще скоростного плавания пришел, и мы будем работать с несколькими такими вещами. А после старта, например, 4 старта, после первого старта микро-макро цикла начинается заново или нет? Это зависит от тебя, да? Я, например, начинаю по новой все. То есть кроме втягивающей и базовой, наверное. Базовой у меня минимальный становится, втягивающей, и серии в режиме какие-то. Режим в серии, и они подразумевают под собой, например, какие-то участки. Так мы тренируемся в бассейне. У нас длина ограничена. Ну, понятная длина. Мы, например, можем там понять, сколько мы будем нырять. Например, 30 раз, например, по 50 метров. К примеру. Это может быть страшная цифра. Но вот так. Это может быть в режиме, может быть просто на какое-то состояние. Может быть какие-то скоростные серии под водой. Это тоже включает в себя специально. А вот серии, они это, ну, что мы тренируем в серии? То есть это гипотическая работа, гипотическая? В зависит от того, что нам это непосредственно нужно. Как бы если вам определено, то я тренирую. Я, например, начинаю специальную выносливость. Если я тренирую в раз, например, там 30 по 25. Это может быть сразу в режиме. Если мне необходимо уйти от, например, от каких-то ранних поконтракций или ранних режимей, да, внутренних. То есть нужно смириться с тем, что все те, которые приходят к контракциям. С каким периодом? С отдыхом, допустим, 10-15 секунд. Если мне хочется усложнить, добавить, например, что я могу нырять без скольжения, или нырять только на ногах, или без груза в гидрокостюме. То есть могу себе по-разному усложнять жизнь, если мне на это потребуется. Либо нырять без какого-то долгого отдыха, просто на минимальное количество движений. То есть для каждого тренировка, для каждого человека своя можно зарабатывать. Давайте дальше, друзья, а то мы не успеем. Мариночка должен быть дальше, да? Да-да. Ну, дальше, предсоревновательный период, когда мы непосредственно уже готовимся к соревнованиям, у нас появляются более длинные дырки, объем из формировки. И ныряние нашего снижается, объем по… общий объем появляется меньше количества рекордов, но с большим количеством витража. Уже осталось договариваться. Как долго этот период? Обычно у меня он занимает и в хорошем раскладе, вот эти трех-четырехмесячные курсы, то есть три-четыре недели. Три недели. И все тренировки такие? Длинные? Они не длинные? Ну, я… Это может быть, например, длинные дырки. С длинными дырками. Ну, это действительно с нормальным сновлением. Следующий, например, у меня будет… Один раз я наряду субмаксимум, или два субмаксимума из-за сильного отношения, в зависимости от того, как долго осталось, если я на манер. В последующий тренировку я ныряю увлечение дайв таймом. То есть я чередую. А что такое лещи? Лещи – это… Это как разнородное увлечение дайв тайм. Я его люблю делать, я себе как бы… Я люблю своим делать ребятам в ластах. Не важно, на кого вытягивайтесь, а просто медленно толкайтесь и в триме существуйте. То есть не скребя по одной руками, а именно в движении на максимальное количество времени под водой. Почему лещи? Знаешь, это вообще история моего тренера. Мы писали «long дайт» или «long тайм», и потом как-то написал, он говорит, что речь или как-чем, а потом так шел. А, какой вопрос. Марин, а, наверное, все, кто тренируется, сталкиваются с тем, что в какой-то момент что-то идет не так, и ты выпадаешь в футболе или еще что-то, и несколько недель ты вынужден не тренироваться, а соревнования приближаются. И после такого периода мы и куда выпадаем? Либо мы меняем цель… А! Ладно. А, дали, только пять минут, и человек остался, ладно, иначе мы не успеем вернуться к следующему. Либо мы еще наступим к другим соревнованиям, к которым мы успеем подготовиться, либо мы меняем цель на эти соревнования. Нет. В каком периоде мы начинаем работать? Опять востягивающем или где? Нет, специально. Да если мы того на сколько выпадем, мы можем выпадить на полгода, да? Ну я говорю, обычно там неделя, две. Нет, специально. Уже надо пойти сейчас одеться и пойти на обед. Коллеги, давайте без вопросов, может быть, закончим, а потом в буквальном порядке кому интересно зададим, чтобы докладчик просто завершил. Все, все сломалось. Попробуем. Марина, давайте. А, нет, все нормально, работаю. Следующий соревновательный период, когда мы уходим на пиковую форму, мы должны отдыхать. То есть в моем случае, где я отдыхаю минимум 3-4 дня, у кого-то это можно занимать отдых 2 недели, в зависимости от того, какие это старты, да, где мы находимся. Ну, когда мы куда едем и так далее. В моем случае мне нравятся 3-4 дня. Я не успеваю оттолкать вот это вот состояние пакшины. Не успеваю в высоте 9. 3-4 дня вообще с... Да. Я вообще без воды. Без воды, да. Я вообще без воды. Без воды. Да. Я вообще без воды. Без воды. Четыре, без воды. Четыре, много, три вот я делаю. Пересоревнования, правильно? Да. Да, вообще без воды. Не ем, плю, сплю. И суп не ешь, и не пьешь, и вот. Суп без воды. А я суп вообще не ел. Это как пример, что, как бы, может быть, в одном макроцикле какие-то еще соревнования, в которых можно внедрить в неважные старты, но... То есть при соревновании, наверное, мы можем выходить не на пик, но участвовать в соревнованиях, да, в материале. И это, опять же, это в контексте четырех месяцев. Вот, как однажды, да? То есть, например, уже, как бы, более длинную цену. То есть не обязательно входить снова на базу интервью. Может, дальше. Все. Еще дальше. Хотите смотреть? Все. Все? Все, надо было раньше. Все, надо было раньше. Важно, что после стартов основные, как бы, восстановление должно быть достаточно длинным. Не нужно сразу держать бассейн, хотя бы упасть, что ты получаешь настолько большую мотивацию, что хочешь дальше, дальше тренироваться и продолжать это делать. Не стоит себе это подавлять, желание, и нужно отдыхать обязательно. Потому что, чем важнее старт, тем больше нагрузка твоя, и тем больше должен стоить. День Победы, не будет. Танец. 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 Спасибо.